коллеги всем добрый день меня зовут дубенко максим специалист консультант компании кудр line вот мы сегодня обсуждаем программу управления большой фирмой история у этой программы такая достаточно интересная изначально продукт создавался ну аля бюджетный что ли можно так сказать вот какая-то такая категория да потому что в принципе не дорого стоила коробка сам формат внедрения не такой уж и сложный замороченный чаще всего пользователи просто брали коробку там как-то сами чего-то настраивали работали с этим название было до управления небольшой фирмой то есть какое-то такое сразу же может быть это отталкивающий еще что-то а вот интерфейс был чуточку другой а вот на мой взгляд когда я еще начинал только изучать 1с на мой взгляд он уже свое время был достаточно развит но ребята поработали вот некий такой ребрендинг произошел да настало управление нашей фирмой по-свойски стало и и интерфейс значительно изменился но такой дружелюбный стал что ли вот в какой-то степени умный некие у нас там появились события да сам интерфейс очень интересно преобразился вот и мы сегодня посмотрим это мы посмотрим в рамках схемы продаж а вот я набросал небольшую презентажку вот так сказать для вхождения а дальше мы перейдем просто на программу и посмотрим обычный обычную схему продаж если мы сейчас ничего по тематике не подбираем такого особенного какие-то сложные моменты продажи вот у нас все односложно мы создаем документики посмотрим какие отчеты можем формировать вот в рамках этого если у вас особенная история делитесь мы опять же говорю что мы иногда просто формате вопрос-ответ проводим часть вебинара вот если у вас что-то интересное контакты будут вам переданы мы можем связаться а вот и поподробнее обсудить ваши какие-то нюансы а может быть ваша история станет и так сказать темой следующего вебинара очень интересной для вас мы мы поймем что это для массовой территории тоже будет интересно немножко отошли от темы возвращаемся в управление нашей фирмой значит первое что нужно понимать управление нашей фирмой небольшая система какой-то до степени то есть где-то вот у нас там есть блок торговли блок серыма блок производства вот учет запасов такой достаточно интересный но везде это какие-то такие блоки самодостаточные и в то же время в некоторых ситуациях требующие какой-то там до настройки доработки да мы не можем взять любом случае любую систему 1с сразу установить ее и там поехали работать где-то нам какой-то блок нужно будет включить какую-то функцию для себя который уже разработчики доработали или если у вас что-то специфичное то доработаете это но в плане вот комплектации ее да но по сути невозможно сказать что какого-то прямо так блока то и нет какие-то истопии уже сохраняются они есть и вы можете их у себя внедрять по неходочку и развивать дальше вот в общем схема продаж у nf выглядит на схемке да то есть у нас центральное звено это маркетинг и продажи а дальше вокруг этого уже располагаются различные группы блоки по работе с ценами розничная продажа там где вы денежные средства получаете да там или расходы на закупки соответственно склады производства если у вас включена эта схема ну и конечно же самоснабжение и закупки то что обеспечивает подпитывает ваши дальнейшие продажи да ну и в некоторой степени определяет себестоимость вашего процесса центральное звено в продажах у нас это документ заказ покупателя вот соответственно это основное оформление продажи которая организована в этой системе далее уже под заказ вы можете создавать там набор документов сопроводить нужен ли вам счет на оплату до оформлять отдельно или вы просто будете печатку форму распечатывать и заказа вот ну и соответственно дальше продолжать уже реализацию оформлять или какие-то возвраты и тогда то есть это вот центральное звено мы сегодня его именно будем создавать и вот вокруг его на основании него создавать документы дополнять и смотреть результат далее внутри заказа есть интересная штука называющаяся калькуляция заказа а вот сама калькуляция заказа это по сути в табличной части дубль нашего заказа но при этом он нам детализирует информацию уже и примерно мы можем в нем прикинуть какая у нас будет себестоимость то есть нам не нужно ждать до там окончания ну конечно реальная себестоимость она у нас считается всегда в конце по закрытию это понятное дело вот но здесь уже мы можем где-то отследить какая закупочная цена у нас используется изначально какие-то до просходы вы может быть сюда накидали подсчитали там транспорт и не знаю маркетингов еще что-то вот навесили сюда соответственно увидели нашу себестоимость и примерно представляем что в результате мы получим это калькуляция заказа далее резервирование запасов конечно же каждый кто работает ну редко когда встречался кому это не интересно но всегда когда работают с заказами интересно резервирование запасов резервирование запасов организовано как самой табличной части то есть мы можем просто функции включить и указать что там данный запас зарезервировано ну данное количество товара зарезервировано на складе а вот или создать тоже отдельный объект кому как удобнее учитывать то есть можно отдельным объектом еще до отдельно от заказа так и резервирование можно создавать отдельно в этом случае вы точно понимаете работая с резервами у вас зарезервированы данный запас вы соответственно можете уже с ним играться или там распроводить или отменять резерв если вам необходимо отгрузка по другому какому-то заказу вот ну и вас там сказать это жестко не закреплено и нас интересовать будет в данной схеме возврат товаров то есть по окончанию когда мы уже прошли прошли весь процесс продажи в каких-то случаях необходим нужно будет оформить возврат в этом случае в системе есть приходная накладная с соответствующим видом операции то есть видеть товар который вы продали или частично вы можете вернуть себе на склад и оформить это документально так это вот примерно все я презентаж как ничем особо не нагружал мы сейчас переключимся на демонстрацию экрана у нас вопросы появились розничную продажу вижу оптовая как ирина пишет но розничная смотрите розничная тут мы не разделяем сейчас там розничная на нас по сути это оптовая продажа то есть когда мы оформляем заказ клиенту и на основании него реализацию но это скажем так условно говоря уже есть опт вот розничная продажа она у нас будет включаться в тех случаях когда мы будем идти через отчет розничной продажи продажи через кассы еще что то это тоже организовано но это мы сегодня не оговариваем но именно розничную продажу вот вы можете немножко дополнить или на что имеется ввиду именно в плане розничной вебинар в записи появилась срочно а да ирина записи можно все смотреть мы записываем я записываю у нас сегодня на поддержке ирина паркомец она тоже записывает данный вебинар поэтому вот надеюсь все качественно будет звук и так вот так все хорошо все видно так мы продолжаем на 4 на не переживайте запись будет так если поближе возьму я у себя skype отключил я себе включу чтобы если что вы мне ирина написала если я пропаду куда-то такое тоже бывает в комнатах поэтому не удивляйтесь значит управление небольшой фирмой вот наш великолепный интерфейс на мой взгляд достаточно удобный вот такой веб некая отсылка к веб-интерфейсом да вот здесь на мониторчике я сразу же вывел пульс бизнеса это свое время когда-то разработчики ну уже года два наверное он здесь есть ну опять же если не ошибаюсь но они сюда включили некий такой мониторчик для управленца для директора который сразу же мониторит какие движения в фильме существует каждая ссылочка по сути это переход в соответствующий отчет по остаткам средств которые у нас есть по товарам а вот вот или мы внизу вот можем сразу же увидеть продажи поступления платежи которые у нас прошли но или добавить какой-то свой реквизит можем сюда вывести его отчете вот тем самым дополнив вот это видение сиюминутное что у меня сейчас в общем вообще творится в системе какие движения происходят так вообще вхождение вот в этот блок продажи оно происходит из блока сервен кто уже со схемой продаж сталкивался вот всегда ну или отдел продаж или там директор отделов продаж они очень тщательно подбирают систему которая будет помогать им организовывать поток чтобы что-то продать нам нужен некий поток да там лиды которые приходят в нашу компанию из тех или иных источников вот это все объединяется блок сервен который подпитывает наши продажи вот это тоже мы можем вывести в отдельную тему сервер мы уже как-то и проговаривали на наших вебинарах а вот она сейчас тоже расширяется дополняется где-то изменяется но суть ее что так и сохраняется то есть основы никуда не уходит у нас есть некая воронка есть вхождение лидов которые блок продаж обрабатывают тем или иным способом отправляют письма созваниваются с ними маркетинговые мероприятия проводят в результате у нас появляется лид условно говоря где-то холодный где-то теплый с которой который обрабатывают и он у нас переходит в стадию клиента когда конкретно у данного лида появилась необходимость покупки до приобретения и вот соответственно на этот момент мы можем уже завести карточку контрагента и создать заказ клиента давайте создадим заказ находится он в блоке продаж опять же у инф не зацикленно на вот этих моментов вот эти все ссылочки вы можете открывать в принципе из разных мест вот даже на начальной странице вот здесь есть создание продать она сразу же вам создаст заказик ну мы идем по стандартному куди через блок заходим в продажи и по ссылочке заказа покупателей открываем журнал вот журнал заказа покупателей выглядит следующим образом что здесь наглядно сразу же мы можем увидеть это контактную информацию по заказу да если я вот переключаюсь на меня соответственно будут меняться в правой части экрана вот можно сразу набрать если у нас прикручена айпи телефония это контактное лицо вот если дополнить карточку мейлом написать письмо всевозможные коммуникации мы проводим сразу же с этого рабочего места это тоже огромный плюс на мой взгляд что то есть ранее просто какой-то обезличенный да там журнал у нас висит все ну там создали заказ вот никакой такой мобильные работы с клиентами то есть центральное звено у нас особо не было то есть нужно было открывать заказ открывать карточку контрагента там чего-то искать есть реквизита нет этого реквизита тоже много вопросов возникало также вот в левой части журнала мы можем увидеть оплату по данному заказу и вот такой некие такие диаграммки вот ну тоже интересно вот не только у нас есть какое-то состояние называют статус по документу но и отслеживание уже некой внутренней составляющей этого заказ вы можете создать по кнопке соответствующей создать вот рядышком есть кнопка создать новые элементы копированием то есть вы копируете любой заказ который уже у вас был создан а вот и в унф я вот сейчас не знаю есть ли других по ерпи утешки такого не видел есть шаблончик заказа если я нажимаю на эту кнопку она она видит сразу же заказ на котором я на мой курсор находился она мне во первых предлагает создать по этому документу поэтому заказу шаблон ну или открыть в пустую форму шаблона и уже там создать шаблончик для дальнейшей автозаказов полуручных вот я скопирую предыдущие он у меня подготовлен для этого скопируешь поработали отдельно с формами по заказу значит открывается форма заказа покупателя первая же табличная часть у нас товары и услуги вот номенклатура у меня скопировалась из предыдущего заказа количество да там цена тут могут быть варианты цена у вас может соответствии с договором указываться вы можете вручную указывать цену тут уже как будете у себя настраивать работу с данным документом в моем случае организация изначально была одна условно говоря мой пользователь да это его и п по упрощенке до работы у меня дальше тут нет учетов ндс но в принципе если вы будете вести учет по осм здесь все дополняется в отличные части а вот рассчитывается ндс и здесь же сразу же вы можете просмотреть есть ли у вас на складах на данном складе или где-то еще данное количество товара вот есть соответствующая кнопочка показать остатки и резервы смотрите как она сразу же раскрывает нам информацию то есть она во первых указывает склад резерва да это основной склад и показывает можно ли отгрузить на данный момент там у нас обеспечение ноль но одна единица данного товара есть на этом складе и мы можем резервировать находится в свободных остатках так это табличная часть товара и услуг давайте немножко вверх пойдем по реквизитам еще самого заказа во первых это состояние работе завершено вы эти состояния сами можете дополнять они и автоматом у вас на данный момент меняться не будет вы просто вручную будете их менять у нас здесь два заказ два состояния нам этого достаточно а вот покупателя реквизит то есть мы сразу же можем увидеть даже не переключаясь сюда на общую форму покупателей мы видим должен ли нам данный покупатель тоже интересный контроль а то есть вообще понимать может быть это какой-то злостный должник наш вот но там не знаю в массовке всех заказов мы случайно можем не увидеть этого еще что-то но здесь сразу же когда менеджер будет создавать он будет видеть что данный покупатель нам ничего не должен мы можем спокойно создавать на него заказ и отгружать договор тоже отдельным реквизитом идет в данном случае здесь мы можем указывать непосредственно информацию о объекте взаиморасчета это наш контрагент да из какой организации с нашей стороны он подписан указываем варианты взаиморасчетов мы соответственно ценообразование каким образом у нас происходит с данным контрагентом какой вид цены мы используем в первую почту так это реквизит договор мы предполагаем ну или сразу же уточняем контрагент желаемую дату отгрузки фиксируем ее в заказе далее будем на нее ориентироваться и вот те самые иконки на журнале они нам будут сигнализировать да если вот заказ покупателя по какой-то причине опаздывается грузкой вот он уже красненьким помечается ну вот частично что-то отгрузили но не полностью вот тоже такой контроль интересный есть в данном случае карточка контрагента покупателя она такая достаточно расширенная в плане тех реквизитов которые мы можем указать мы указываем непосредственно контакты с тем лицом с которым мы общаемся данной организации ну и соответственно реквизиты контакты компании вот в некоторых случаях для нас важнее все-таки контакты лица с которым мы сотрудничаем а вот потому что данный контакт может уйти в другую организацию но мы поддерживая с ним связь будем также себе вот загружать вот эти заказы ну потому что люди просто чаще всего те которые ответственные организациях мы вышли на этого покупателя на этот контакт они ведут за собой и в дальнейшем некие продажи они работают в этом же направлении развиваются вот такая поддержка ориентация именно не на компанию а на контакт на иногда приоритете не во всех конечно же но вот интересная та же штука вот в представлении есть у нас возможность указать тег вот в данном случае у нас обратите внимание тег проблемный по какой-то причине а вот мы потом можем поиском по контрагентам их отфильтровать их пользователей да там проблемные не знаю или сюда мы можем включить интерес данного пользователя интересуется машинками там стиральными машинками еще что то есть некая такая дополнительная сегментация которая потом поможет вам отобрать этих клиентов но для обзлона не знаю опять же для маркетинга мероприятий вот ну и соответственно в деталях вы указываете также какие отношения с данным контрагентом в данном случае у нас покупатель может быть поставщиком или какие-то прочие отношения с ним вот это то что касается карточки контрагента к примеру вы решили резервировать запас резервы можете производить как мы уже говорили прямо в табличной части а вот резервировать по свободным остаткам там или по остаткам всех складов ну данном случае резервируем по свободным остаткам данном случае табличная часть заполнится укажется данное количество в резерв то есть любой другой менеджер который хочет отгрузить данный товар он не сможет просто-напросто потому что система скажет что товаров нет на складе хотя в принципе мы реализацию еще не провели а вот можно очистить сразу же резерв случае если нужно быстро перекинуть данный остаток на другой на другую реализацию вот так же вы на основании можете отдельно создать резервирование запас ну то есть в данном случае опять же это как удобнее будет пользователям не знаю управленцам которые контролируют данную ситуацию вот может вы в некоторых случаях захотите потом отдельно отфильтровать резерв по какой-то номенклатуре распровести эти документы чтобы точечно не искать в каком заказе у нас еще что-то вот тоже это в некоторых случаях может быть удобно так мы проводим заказ покупателю смотрим ну в принципе у нас все реквизиты заполнены резерв мы пока не оставляли нам сейчас нас сейчас это особо не интересует нас интересует калькуляция заказа что мы видим данной табличной части мы видим себестоимость и некий уже набор по умолчанию услуг которые могут входить данная данную продаж причем вы можете добавлять сюда услуги некие расходы там шаблончики которые у вас уже созданы вот мониторить ситуацию то есть обновлять всегда калькуляцию вот себестоимость у нас в данном случае была выдернута из последних цен закупки то есть она посмотрела на номенклатуру данную бош давайте и откроем попробуем сразу же увидеть данную цену так цены давайте посмотрим так цены контрагентов вот последняя то есть цена у нас 8 0 3 и не и не емс 4 563 то есть в данном случае как мы указали в калькуляции она посмотрела на последнюю цену контрагента вот поставщика и указала ее как себестоимость вот мы здесь можем сразу же данную калькуляцию зафиксировать зачем это делать и чем дальше нам поможет эта калькуляция тем что в калькуляции на основании калькуляции мы можем создать заказ поставщику вот ну то есть конечно же он может без наших дополнительных услуг существовать и создаваться но в общем это дальше поможет вам уже ориентироваться на дальнейший заказ у поставщика так что у нас здесь еще есть та самая доставка которая у нас уже включена калькуляцию вы здесь можете ее дополнять всевозможными реквизитами вот мы здесь указываем способ это самовывоз курьер пункт выдачи почта вот в общем как эта услуга называется но и стоимость данной услуги даже включены некие габариты в случае если это важно будет там не знаю при вашей транспортировке и транспортировки почтой вот здесь реквизиты уже по умолчанию вы тоже можете расширять дополнять если это необходимо в плане интерфейса управление большой фирмой это позволяет также есть включен платежный календарь вот мы сейчас буквально включили если он используется вот вы можете запланировать оплату и контролировать его по платежному календарю вот если у вас есть сотрудник который некую функцию да там финансового директора там выполняет вот самом простом варианте вы можете контролировать сразу же оплату на вкладке оплата вручную мы поможем можем здесь активировать помощь оплаты и перенести в документ оплату если она проходила у вас вот и или запросить предоплату у данного пользователя вот мы можем заполнить по остаткам но это будет у нас работать только в случае если у вас проведена оплата давайте посмотрим поступление на счет у меня по данному пользователю уже есть так это на 10000 сразу же нам закроет данную тажу вот на давайте частично проведем вот у вас прошло поступление на счет на денежных средств некая предоплата данного покупателя вот в данном помощники мы сразу же увидим ее и сможем перенести в документ таким образом в самом заказе покупателя она сразу же зафиксируется это оплата конечном итоге вам нужно будет уже только на основании данного заказа вот не знаю там или до отгрузки или после уже отгрузки тут уже зависит от того как бы какого схема до работы организовано вы в конце уже вводить фактически платеж по данному покупатель вот фактически платеж проведем тоже документ чтобы зафиксировалась у нас оплата частично если вы вводите фактически платеж по данному контрагенту он сразу же вам рассчитывает оставшуюся сумму вот вы только проводите сам документ и соответственно у вас уже оплачен полностью данный заказ вот ну в нашем случае мы приняли полную оплату от данного покупателя и можем создавать реализацию товаров и услуг ну в данном случае мы можем открыть в блоке продаж расходную накладную и посмотреть какие заказы покупателей у нас стоят по правлению вот у нас наш контрагент нажимаем оформить расходную накладную вот она автоматом из табличной части подбирает данную номенклатуру проверяем оплату по данному покупателю и проводим расходную накладную номер гтг некий просит видимо это у нас особенный какой-то товар вот расходная накладная провелась операция продажи покупателю таким образом мы провели полную продажу ну и в конечном итоге если у вас данная организация у нее налоговый учет полный то есть не упрощен к осм соответственно здесь еще дополнительно будет ссылочка на счет фактуру вот для фиксации продажи в данном случае нам достаточно оформить расходную накладную вот в случае если у вас произошел возврат вы оформляете приходную накладную возврату все тоже по цепочке передается в данный документ вот фиксируется если у вас там частичный возврат вы это указываете количеством и проводите документ весь товар у вас возвращается обратно на данный склад вот ну вот это в принципе полная цепочка коллеги как и слишком много получилось для вас информации что-то визуально на слух вас восприняли может есть по ходу вопросы сейчас так ну давайте тогда раз пока не пишет написал давайте тогда закончим на этапе о ком мы провели продажу и на начальной странице тут уже автоматом будет обновляться информация а вот обратите внимание то есть у нас зафиксирована продажа зафиксирована некое поступление денежных средств если те самые отчетки которые онлайн сразу же будет получать ваш руководитель или вы самостоятельно будете контролировать а вот ну и сможете здесь же по ссылочке детализировать кто у нас по кому сегодня прошла продажа и какое его содержание вот так коллеги ну давайте если есть вопросы давайте по вопросам пройдемся вот или или у вас возникнут вопросы после да там по ходу осмысления может быть вы будете пересматривать данные вебинар вот если возникают вопросы давайте связываться ирина парковец разошлет всем данный вебинар ну и дополнительно контактики будут можем напрямую списаться пообщаться по вопросам управления большой фирмы ну что всем спасибо если есть вопросы пишите а